Ночь с 7 на 8 ноября 1917-го спустя года войдет в историю как событие, которое кардинально изменило жизнь многих государств на ближайшие 70 лет. Выстрел легендарного крейсера «Аврора» послужил первым сигналом для вооруженного наступления на знаменитый Зимний дворец, где располагалось Временное правительство, свержение которого ознаменовало начало власти Советов. Непростая политическая ситуация стала серьезной почвой для развития писательской мысли. Областная библиотека имени Горького бережно хранит сборники стихов и рассказов классиков, опубликованные в далеком 1917-м. Уже 9 ноября в Горьковке откроется большая тематическая выставка, которая ознаменует начало работы сектора редкой книги. Экспонаты вернисажа самые разнообразные, а главное, все они будут представлены для обозрения. От плакатов и листовок до полных собраний сочинений классиков марксизма-ленинизма. В фондах библиотеки есть даже книги с автографами белорусских революционеров. Например, сборник о событиях октября за подписью автора Тишки Гартного. Дата публикации – 1925 год. Одна из выставок будет посвящена 100-летию Октябрьской революции. На выставке будут представлены книги, журналы, газеты, листовки, в том числе и полное собрание сочинений классиков марксизма-ленинизма Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Октябрьская революция послужила началом новой эпохи – эпохи становления и развития Советского Союза. В течение 70 лет 7 ноября был Красным Днем, то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в календаре, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе большой страны. Активное развитие получила советская культура и образование. Взрослые покупали книги и пластинки, собирали марки и открытки. Дети стремились попасть в знаменитое движение пионерии, чтобы носить заветный красный галстук. Сегодня все эти предметы – удивительные свидетели истории, экспонаты музеев и библиотек. Мы представляем документы, это тоже советское время. Документы, партийный билет, комсомольский билет и даже пионерский галстук. Это сегодня ведь тоже, ну, как бы неотлепимая часть нашего прошлого коммунистического, советского прошлого. 1927 года издание – это «Белорусская советская социалистическая республика» книга. Здесь в этой книге описана география, население, история Белорусской советской республики. И книга 1933 года – это декреты социалистической революции. Вот там, значит, помещены декрет о земле, декрет о мире и другие какие-то постановления того периода. Прикоснуться ко всему этому многообразию смогли гости большого праздничного мероприятия, которое прошло в преддверии столетия Октябрьской революции в областном общественно-культурном центре. Его гости и участники обменивались мнениями о значимости этого исторического события, вспоминали советское прошлое, а также пели песни тех лет. «Я не думать об этом нельзя, и помнить об этом неправильно. Это наша с тобою земля, это наша с тобою география». В Бресте традиционные мероприятия, посвященные Дню Октябрьской революции, проходят на площади у памятника Ленину. В юбилейный год, год столетия, здесь собралось большое количество людей. Тех, кто стремился сохранить и приумножать все то лучшее, что досталось от предшественников. Которые определили в свое время приоритетами такие ценности, как труд, справедливость и равенство. Здесь встретились те, кто жил в эту эпоху, был ее частью. В их руках красные гвоздики и флаги, а в сердцах еще живы воспоминания грандиозных парадов и шествий. «Когда в 70-м году, в апреле месяце, уже практически в конце первого учебного года, получила первую награду, медаль вознаменования столетия со дня рождения Ленина, я думаю, что-то во мне запало по-серьезному. Потому что точные дисциплины и такой размах исторического посыла, конечно же, это немножечко не состыковалось по тем временам. И вот эта медаль, я и сегодня к ней обращаюсь, смотрю на нее, я думаю, она решила мою судьбу». «Была молодой студенткой, мы всем институтом выходили на этот праздник. Работала в трудовом коллективе, на ковровом комбинате. Мы так праздновали, красиво выходили, выносили свою продукцию, показывали с флагами, с песнями. Мы шли по этой улице Ленина на демонстрацию. И сегодня, наверное, рада тому, что люди не забыли этот праздник. Пришло много довольно людей, и праздник у нас этот остается».